МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вторая приняла в Виндзорском дворце президента Джо Байдена и его супругу Джил Байден. Журнал «Тайм» накануне саммита президентов Российской Федерации и США вышел с изображениями Владимира Путина и Джо Байдена на обложке. Отец Меган Маркл, Томас, обвинил телеведущую опру Уинфри в том, что она использует, как он сказал, слабовольного принца Гарри для своего продвижения. Учительницу по сексуальному образованию в элитной школе Дэдалтон-Скул Джустин Анг Фонте уволили за проведение урока по мастурбации у первоклассников. В Нью-Йоркском Бруклине мать выбросила из окна второго этажа новорожденную и ее двухлетнего брата, после чего прыгнула следом. Три человека погибли, еще трое пострадали. Результаты наезда автомобиля на здание донорского центра в городе Питтсбург, штате Пенсильвания. В результате перестрелки в Осине в Техасе пострадали 12 человек. Ловец лабстеров из Массачусетса рассказал, как попал в пасть кита, но, к счастью, животное его выплюнуло. В Соединенных Штатах названы лауреаты Пуллерцовской премии и японский ученый Иити Нагиси. Нобелевский лауреат в области химии умер в Соединенных Штатах Америки. Дамы и господа, эти тему мы и рассмотрим в нашей сегодняшней программе. Сайт группы 7 G7 завершился на английском полуострове Корноул. И в течение трех дней лидеры неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии обсуждали судьбы мира. Впервые за два года они собрались в очном формате. Итогом переговоров стало объемное коммунике, охватывающее темы от борьбы с коронавирусом и климатическими изменениями до отношений с Россией и Китаем. Главный итог встречи довольно противоречив. С одной стороны, «семерка», пережив годы президентства американского лидера Дональда Трампа, который не сильно привечал это объединение, сумела продемонстрировать единство и сплоченность. Самым большим достижением в связи с этим стала совместная позиция, занятая в отношении Китая. С другой же, европейские лидеры на полях саммита настолько погрузились в собственные проблемы, вызванные последствиями Brexit, что о каком-то настоящем единстве говорить было сложно. Тон, взятый в отношении Китая в итоговом коммунике, был беспрецедентно жестким. Если предыдущие годы единственное упоминание КНР заключалось в осуждении политики милитаризации в восточно-китайском и южно-китайском морях, то в нынешнем заявлении Пекин упомянут еще трижды. Китай указали на необходимость Китаю уважать права и свободу уйгуров в Сидзян-Уйгурском автономном районе КНР на ситуацию вокруг Гонконга. Впервые призвали к миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также пообещали согласовать подходы к, как сказано, нерыночным практикам и политике Китая. К тому же, лидеры G7 договорились о запуске новой глобальной инфраструктурной инициативы для развивающихся стран. Она призвана стать противовесом важнейшему для Пекина проекту «Шелковый путь». И, пусть в итоговом коммунике деталей по этому поводу нет, сам факт договоренности, о которой сообщил Белый дом, показывает, что позиция группы 7 по отношению к Китаю все больше сближается с Вашингтонской. Не обошли лидеры G7 Китая в обсуждении коронавируса. Они поддержали призыв президента Байдена, призвав провести второй этап расследования происхождения нового типа коронавируса под руководством Всемирной организации здравоохранения. Принявший участие в саммите «семерки» генеральный директор Всемирной организации Тредрас Аданом Гебреесус также заявил, что подведомственная ему организация допускает разные версии возникновения коронавируса. Цитирую, «Мы считаем, что все версии должны обсуждаться, и мы должны перейти ко второму этапу, чтобы на самом деле установить происхождение», сказал он. Особенной новости в этом не было. Еще в марте Гебреесус признал, что первый доклад экспертов, исключивший версию о лабораторной утечке, то, что всегда говорил Трамп, еще его не совсем устраивает. То есть, скорее всего, это может быть и лабораторная утечка. Но, дорогая ложка, что называется, к обеду, и заявления главы ВОЗ Корнуоли получили немного новое звучание, сумев усилить требования G7 ко второму расследованию. Относительно борьбы с пандемией коронавируса в итоговом коммунике содержится амбициозная цель выделить до конца следующего года 1 миллиард доз на вакцинацию самых нуждающихся стран. Тема России заняла уже ставшее традиционным место на саммите, но если судить по итоговому коммунике, то обсуждали ее не особенно много. Всего Россия упомянута в коммунике 7 раз. Это столько же, сколько по итогам саммита 2018 года в канадском Квебеке и на один раз меньше, чем в 2017 году, когда саммит проходил в итальянской Таармине. В течение же всей субботы, когда на саммите проходила сессия по международным вопросам, ни одна из утечек не касалась России. Упор был, опять же, сделан на Китай. Итоговые заявления по российской теме не были ни слишком острыми, ни принципиально новыми. Вывод можно сформулировать следующим образом. Готовы сотрудничать там, где будет выгодно, но плохого поведения не потерпим. Группа семьи призвала Москву обращать внимание на права человека, расследовать случаи отравления в России, а также найти тех, кто якобы запускал с территории Российской Федерации вирусы-вымогатели. Иронично, что самой главной темой саммита стала вовсе не та, что была вынесена в коммунике или поднималась министрами во время подготовки к саммиту, а именно проблема торговли с Северной Ирландией. Или, как ее окрестили британские журналисты, «сосисочная война». Причина ее лежит в условиях, на которых Британия вышла из Евросоюза. Вкратце, это выглядит так. Чтобы не допустить появления границы на острове между Республикой Ирландии, она входит в Евросоюз, и Северной Ирландии, которая является частью Великобритании, Лондон и Брюссель договорились оставить Северную Ирландию в едином рынке Евросоюза. Но тогда граница легла посреди Великобритании, а таможенные проверки понадобились при перевозке продуктов из одной части королевства в другую, а именно в Северную Ирландию. До конца июня действует льготный период, позволяющий доставлять охлажденное мясо в Ольстер из других частей Соединенного Королевства без оформления дополнительных бумаг. Договориться, как возить мясо после этого строка, Великобритания и Евросоюз решительно не могут. Лондон грозит продлить льготный период в одностороннем порядке, а Брюссель в ответ пугает санкциями. Вряд ли британский премьер Борис Джонсон хотел, чтобы саммит запомнился обсуждением деталей доставки фарша из Англии в Северную Ирландию, возить его туда замороженным или охлажденным. Темы на повестке дня стояли куда более глобальные, но по сути так и произошло. Европейские лидеры на двусторонних встречах с хозяином саммита обязательно обсуждали Северно-Ирландский протокол. Байден призывал найти общий знаменатель, но сблизить позиции не получилось. Вряд ли эта сосисочная война представляет угрозу для формата «семерки» как такового. Все же единение лидеров группы «семи» налицо. В 2019 году, пытаясь обойти неприятие форума Трампом, итоговая коммунике заняла всего одну страницу вместо нынешних 25. Но делать вывод о том, что G7 стала в 25 раз более сплоченной, на этом основании конечно рано, в следующем году председательство в клубе переходит к Германии. Так что лидерам «семерки» не избежать продолжения обсуждения последствий одного европейского развода наций. Ну а королева Великобритании Елизавета II приняла в Вензорском дворце президента Джо Байдена и его супругу Джилл Байден. Встреча прошла по окончании саммита Большой семерки. Глава Белого дома и его жена прибыли в гости к Елизавете II на послеполуденный чай. Королева встретила их на террасе Винзорского замка во внутреннем дворе. Встреча началась с церемониальных действий. Перед первыми лицами двух государств прошествовал почетный караул, представленный первым батальоном Гренадерской гвардии. Военнослужащие отдали королевский салют, вслед за чем прозвучал гимон Соединенных Штатов. Джо Байден, приехавший к королеве в солнцезащитных очках, проинспектировал войска в сопровождении командующего офицера почетной гвардии майора Джеймса Тейлора и генерал-майора Кристофера Гики. До 2017 года глав государств при прохождении войск сопровождал герцог Эдинбургский Филипп. Однако, уйдя на пенсию в возрасте 96 лет, он отказался, помимо прочего, и от этой обязанности. Ну а после почетного караула Елизавета II, Джо Байден и его супруга Джил удалились на чай втроем во внутренние покои замка. Джо Байден уже встречался и с Елизаветой II во время этой поездки 11 июня. Он присутствовал на приеме, который давал королева Великобритании для участников саммита Большой Семерки в экопарке проект Эдем в Корнуоле. Тогда президент США нарушил королевский протокол, прибыв позже всех Виндзоров, включая Елизавету II, в то время как по правилам члены королевской семьи появляются на подобных мероприятиях последними. Однако на этот неловкий момент Елизавета II по крайней мере сделала вид, что не обратила внимания, сохраняя приветливый вид. О том, как президент США будет обходиться с королевским протоколом, американские СМИ беспокоились до его встречи с королевой. Цитирую для Байдена, придерживаться протокола будет одной из главных задач, писало издание «Политику». Дело в том, что американские лидеры уже не раз попадали в неловкие ситуации при встрече с британской королевой. Так, в 2019 году президент Трамп во время торжественного обеда в Букингемском дворце, произнося тост, коснулся спины Елизаветы II, хотя королевских особ трогать запрещено. За год до того главу Белого дома раскритиковали за то, что во время визита королеве он шел впереди нее, а принимая почетный караул, повернулся к ней спиной. В 2009 году одну из ошибок Трампа совершила Мишель Обама, которая тогда выполняла роль первой леди США. Во время беседы с Елизаветой II она приобняла ее за спину и на приеме в честь лидеров Большой двадцатки. В 2007 году президент Джордж Буш-младший в присутствии королевы Елизаветы II допустил оговорку, говоря, что, как он сказал, отпраздновали свое двухсотлетие в 2017, после чего он поправился и заявил в 1976 году. Цитирую, «Она бросила на меня такой взгляд, какой только мать может бросить на ребенка», цитирует его воспоминания политика. С Елизаветой I второй Джо Байден ранее встречался в 1982 году. В то время он занимал пост сенатора от штата Делавэр. Теперь он стал тринадцатым президентом США, с которым общалась королева. Можете себе представить, как рассказывают СМИ, перед первой встречей с британской королевой 39 лет назад сенатор Байден, ирландец по происхождению, католик по вероисповедованию, получил совет от матери, «Не кланяйся ей». О том, как прошла встреча тогда, сейчас ничего не известно, но сегодня, 13 июня, вчера, вернее, президент США действительно поклону британскому монарху не отдал. С 1951 года, когда еще, будучи принцессой, Елизавета встретилась с президентом США Гарри Трумэном, она лично общалась со всеми американскими президентами, за исключением Линдона Джонсона, который был главой государства с 1963 по 1969 год. А журнал «Тайм» накануне саммита президентов Российской Федерации США вышел с изображениями Владимира Путина и Джо Байдена на обложке. Путин отражается в солнцезащитных очках Байдена. В твитт с обложкой «Таймс» подписан «Байден takes on Путин». Байден идет на Путина. Встреча президентов Российской Федерации США состоится 16 июня в Швейцарии на вилле «Ля Гранж». Это будет первая встреча Владимира Путина с Джо Байденом с момента избрания последнего президента Соединенных Штатов. До этого политики последний раз встречались в 2011 году в Москве. Тогда Путин был премьером Российской Федерации, а Байден вице-премьером США. Владимир Путин уже несколько раз появлялся на обложке «Тайм». Первый раз это произошло в 2000 году после его победы на выборах президента. А отец Меган Маркл Томас обвинил телеведущую Опру Уинфри в том, что она использует слабовольного, как он сказал, принца Гарри для своего продвижения. Об этом Томас заявил в телешоу «60 минут Австралия», фрагмент которого был опубликован в Твиттере. «Я думаю, что Опра Уинфри манипулирует Гарри и Меган. Она использует их, чтобы построить свою карьеру», сказал Томас Маркл и добавил, что принц Гарри слабохарактерный человек, которого заставили говорить то, чему не следует звучать на телевидении. Отец герцогини Сасекской также рассказал, что узнал о рождении своей внучки Лили Бет из публичного заявления Меган, из-за чего очень расстроился. «Цитирую, я вижу, как они оба полностью забывают про свои семьи и теперь они одни в огромном доме, в котором, вероятно, могут развеститься еще 20 человек», заключил Томас Маркл. В конце мая на видеосервисы Apple TV Plus вышел документальный сериал «Моя невидимая сторона» с продюсированной принцем Гарри. В нем рассказывается, употреблял алкоголем и страдал от панических атак. А в марте его жена Меган Маркл призналась, что в интервью о Приву Инфре подумывала о самоубийстве. После скандального интервью отношения принца Гарри и Меган Маркл с Букингемским дворцом испортились. Ранее у королевской семьи вызвала озабоченность. Психическое здоровье принца Гарри, по мнению королевского биографа Анджелы Левин, именно этим объясняется нежелание королевы отбирать у Гарри титулы и лили разрывать отношения между ним и королевской семьей. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего продолжим нашу передачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова